Друзья, нам очень хотелось сделать хотя бы короткий ролик, так как в сети нет достаточно доступного материала с этими танками, а событие этого истину неординарное. Есть пару доступных обрывков из нормальных СМИ, так что не обессудьте. Так вот, как недавно стало известно, Солнечный Израиль впервые в истории продает свои танки Меркава в две неизвестные страны, одна в Азии, а вторая в Европе. Две неназванные страны, причем одна из них из Европы, сотнями закупают списанные израильские танки Меркава МК-2 и Меркава МК-3, сообщают тамошние СМИ. Прежде Израиль не продавал танки Меркава за рубеж, за исключением разве что инженерных машин на базе Меркавы. К сделке имеет отношение и США допрившие продажу этих танков в обе неназванные страны, так как на танках установлены американские двигатели. Что это за такая страна Европы неизвестно, есть версии от Кипра до Хорватии. И конечно же, у кучи экспертов и обывателей сразу же возникла идея, что неназванная европейская страна это Украина. И нам лично друзья, очень бы хотелось, чтобы Меркава МК-3 как некоторые пишут в количестве 200 штук попала в Украину. Меркава МК-2 несколько устарела, потому как Меркава МК-3 это реально крутой современный танк. Так чтоб коротко, то у танка очень крутая модульная бронезащита и очень хорошая система наведения со всеми современными дальномерами, тепловизорами, приборами ночного видения и прочим добром. Крутейшая 120-миллиметровая гладкоствольная пушка способная пробить на расстоянии 2 километра 750 миллиметров бронирования. И главное, из-за конструкции у этого танка наверное лучшая в мире выживаемость экипажа, так как помимо модульного бронирования у него единственного в мире двигатель находится впереди танка куда обычно и попадают средства уничтожения. Но и может ли быть Украина страной которая покупает очень кстати недорого эти машины, то с нашей точки зрения учитывая политику Израиля увы вряд ли. А вот в солнечной и братской Украине Польша вполне. Поляки сейчас оперативно создают самую сильную армию в Европе и массово закупают качественную технику типа Абрамсов, Хаймарсов, корейских Саутанков, Ка-2 и самолетов. И качественные израильские танки как по нам вполне подходят под такие критерии. Поэтому, подписываемся на канал, жмем колокол, палец вверх и все остальные правильные кнопки и ссылки под роликом. И будет вам и плюсок в карму и как мы любим говорить огромное зачатище.